Благодарю. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада видеть вас и впервые участвовать, проводить вебинар на вот этой вот платформе. У меня достаточно большой опыт, но вот с этой платформой на Директ Медиа не удавалось ни разу. Ну вот, открываем сезон, так скажем, новый учебный год, новый год и, соответственно, очень много интересных сюжетов и моментов. Ну и, собственно говоря, наверное, та тема, которую я заявила, тоже вам будет интересна. Ну не зря же вы, наверное, пришли сюда. Сегодня мы поговорим с вами о стратегиях смыслового чтения, поговорим об аналитике чтения как инструменте читательской компетенции школьников. И, конечно же, прежде чем начать говорить об этом всем, хотела бы обозначить некоторые моменты технические тоже, так скажем. Прежде всего, вы вопросы можете писать во вкладку «Вопросы». Вы можете, конечно, если не справляетесь с этой задачей, написать их в чат, и я обязательно в конце отвечу на ваши вопросы. Если уж какие-то серьезные вопросы будут возникать, я буду время от времени заглядывать в чат и все-таки комментировать те нюансы, которые вам, может быть, непонятны. Презентация, как уже сказала Татьяна, доступна для скачивания. Сегодня мы с вами работаем в таком режиме, я буду рассказывать и о презентации. Также мы с вами посмотрим кусочек ролика, где выступает еще один спикер. Ну и, наверное, практическая часть, то, что вам будет наиболее интересно, мы поработаем с аналитиком чтения, и я на веб-ресурсе покажу, как это все работает. И так, еще раз доброе утро, добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Песчанская Наталья Владимировна, и с вами я буду работать в течение этого часа. Итак, что же, конечно, основное, что хотелось бы рассказать сегодня, на сегодняшний день, о стратегиях смыслового чтения. Прежде всего, наверное, то, что дети 21 века читают с точки зрения нас, взрослых, нашего поколения, которые выросли на советской культуре, на зачатках российской культуры в конце 20-го, начале 21 века, конечно же, не то и не так. Мы смотрим на это молодое поколение и понимаем, что они все-таки читают какую-то, ну, не ту литературу, хотя читают. И по тем данным, которые предоставляет в своих статистических исследованиях РГДБ, это Российская государственная детская библиотека, все-таки есть и читательский интерес, и сформирована читательская среда. Единственное, идет процесс изменения читательского интереса и привычек юного читателя, и это мы очень часто замечаем, особенно в современных условиях. Меняется все, и статус чтения, и его длительность, да, то есть досуговое чтение, все-таки, ну, ему выделяется гораздо меньше времени. Причин достаточно много, здесь как раз вот в этом вот статистическом исследовании вы можете его найти и на просторах интернета, оно в свободном доступе, но если уж совсем никак, то обратитесь к официальному сайту Российской государственной детской библиотеки, и через поисковой запрос вы можете найти результаты этого исследования. Характер меняется чтения, потому как действительно, ну, нужно более вдумчиво относиться к чтению, и наши современные дети, наверное, меньше обучены вот этим вот как раз технологиям. Способы работы с печатным текстом тоже меняются. Репертуар детского чтения. Чуть попозже я немножечко расскажу о том редакционном портфеле, который есть у нас буквально вкратце, чтобы вы понимали, о каком репертуаре идет речь. Ну и, конечно же, очень важно то, что меняется, это мотивы, стимулы чтения. Дети не понимают, зачем вам необходимо читать. Да порой и взрослые тоже не понимают, взрослое поколение не понимают, зачем нужно ребенку читать, и зачем и самому взрослому необходимо читать. Любимые книги меняются, источники информации. И вот, в частности, здесь, так как я затронула вопрос источников информации, то, конечно же, стоит поговорить о том, что современные дети и подростки легко осваивают компьютерные технологии, поэтому меняется модель поведения и ориентация в мире информации. Буквально недавно, 9 февраля, проводилась, опять-таки, вернусь к Российской государственной детской библиотеке, это такой вот очень важный информационный ресурс, где можно найти. И вот они проводили конференцию по безопасному интернету, и поднималось очень много вопросов, как раз касающихся и восприятия информации современными школьниками и подростками. Очень много говорилось о том, как взрослые реагируют, и как необходимо все-таки предотвращать информационные атаки, как необходимо детей учить ориентироваться в мире информации. Необходимо обратить внимание на смену модели традиционного престижа чтения. И вот как раз Татьяна Владимировна Черниковская, известный нейрофизиолог, филолог, обращает внимание как раз вот именно на это. Она говорит так, мы столкнулись с ситуацией, когда нужно быстро, без остановки перерабатывать большие блоки информации. Для этого просто необходимо поверхностное чтение, сканирование по ключевым словам, умение читать по диагонали, определять, надо ли мне вообще это читать. Это такая система фильтров, без которой сейчас, в настоящее время не обойтись. Другое дело, когда ты сидишь в умении, долго, медленно читаешься на это Шекспира. Это совершенно другая работа, для которой действительно нужно время, нужно медленное, многослойное чтение. И вот эти вот два процесса, о которых она говорит, по некоторому недоразумению, называются одним и тем же словом – чтение. Сейчас вы на слайде видите, какие книги читают наши дети. И вот обратите внимание, что в США книги американских читателей читают 94% юного поколения. И только 6% читают переводную литературу зарубежных авторов. В Китае это вообще 95-5%. И посмотрите структуру диаграммы, что же читают наши российские дети. К сожалению, они только 30% читают нашей российской литературы, отечественных авторов. И 70% – это зарубежные авторы и переводная литература. Я очень, ну я такой оптимист, так скажем, да, и очень надеюсь на то, что все-таки сейчас мы повышаем престиж чтения. И именно престиж чтения нашей отечественной, в том числе и классической нашей литературы. Поэтому мы вернемся, надеюсь, к таким же показателям, как это в США и Китае. Издательство «Детская и юношеская книга», которое, собственно говоря, я представляю, молодое, достаточно прогрессивное юное издательство. И своей миссией мы видим как раз сохранение культурного кода нашей страны, популяризация чтения как инструмента повышения функциональной грамотности и национальной культурной традиции, а также возрождение института семейного чтения. И это очень важно. Книга ведь на самом деле самый простой и доступный способ достучаться до души ребенка. Посмотрите на то изобилие литературы, которое сейчас есть на книжных полках. Я не скажу, ну, не буду говорить о том, что насколько нужно тщательно подходить к выбору литературы, мы этого коснемся чуть позже. Но тем не менее, ведь это действительно большой ассортимент. Дети видят перед собой различные направления в литературе, да, и могут выбрать книгу по душе. Сотрудники автора издательства на сегодняшний день, те, которые работают у нас, и те, которых мы привлекаем, это, конечно же, и наши отечественные авторы, потому что особое внимание мы уделяем именно как раз подбору наших отечественных российских авторов. Это команда неравнодушных людей, которым все-таки не безразлично будущее нашей страны, и тех юных читателей, которых мы сейчас на сегодняшний день формируем. Ведь наши дети — это наше богатство, ведь те дети, которых мы сейчас воспитаем, потом в дальнейшем будут стоять у истока в нашей власти и будут руководить нашей социальной политикой. А мы, взрослое поколение, прекрасно понимаем, что пройдет 10, 15, 20 лет, эти современные детки вырастут и будут руководить с точки зрения, вот тому, чему мы их научили, будут именно с этой позиции руководить современным политическим устройством и нашим обществом. И в нашем издательстве, конечно же, сложилась такая традиция, мы не только занимаемся вопросами выпуска художественной литературы, но и, в частности, это и повышение квалификации педагогов, библиотекарей, родителей, потому как мы очень много участвуем в родительских собраниях и в родительских конференциях, где только можно говорить как раз о том, зачем детям нужно читать, и самое главное, какую литературу, какие книги необходимо для этого подбирать. Издательство «Детская и юношеская книга» — это постоянный член Российского книжного союза, Российской библиотечной ассоциации, партнер Российского детского фонда и постоянное членство в ассоциации «Растим читателя». Как раз 14 февраля будет очередная акция «Книгодарение», и вот ассоциация «Растим читателя» как раз один из инициаторов создания этой акции. Я думаю, что многие из вас знают об этой акции и будут в ней активно участвовать. Мы также являемся отделением «Русской ассоциации чтения», и на сегодняшний день у нас подписано соглашение, мы будем выпускать книги победителей Крапивинской премии. В редакционном портфеле несколько различных вариантов тех серий, которые необходимы для формирования читательского интереса и мотивации к чтению. Это прежде всего, конечно же, и сказки, и книги, и серии наших отечественных авторов. Я люблю читать, книги «Читаем в школе и дома», книги известного автора Олега Роя «Супер Мяу», ну и книги для детей и подростков фантастического содержания «Мой мир фэнтези» и «Фэнтези класс». Вы знаете, я хочу особое внимание, конечно, уже уделить книгам, которые читают наши школьники, и это книги серии «Классная библиотека». Как раз в серии «Классная библиотека» представлены вступительные статьи эссе, которые значимо их отличают от всех других изданий классики. И вот эта вот вступительная статья написана современным, понятным, доступным языком. Почему наши современные дети читают, не читают классику? Вернее, они ее читают по программе, но не понимают, зачем это. То есть они, так, ну, можно сказать, немножечко из-под палки ее читают. Прежде всего, современный школьник, современный подросток не понимает вот тот интерфейс того времени, о котором писали классические писатели и поэты. Они не понимают тех терминов, поэтому в конце каждого сборника обязательно есть словарь, где можно поработать учителю, родителю и ребенку над непонятными ему словами. В статье, которая предваряет само классическое произведение, можно найти важные факты из жизни писателя, обзор его ключевых работ, анализ основных, самых значимых частей произведения. Еще не прочитав книгу, школьник уже может сделать важные заметки, выписки и понять главную авторскую идею. А самое главное, твердо знать, что ответить на вопросы преподавателя или написать сочинение для ЕГЭ и ОГЭ достаточно просто, если вы прочитаете эту статью, а потом уже в дальнейшем прочитаете классическое произведение. Ну и, наверное, это такой самый мостик, который прокладывают наши авторы вступительных статей к самому ребенку, к его пониманию тех эмоций и переживаний, которые изложены классическими авторами произведений. С классическими произведениями, конечно же, нужно тщательно прорабатывать. Эти вступительные статьи пишут такие известные специалисты в области детского чтения, как Ирина Георгиевна Минералова и Матвеева, Борис Галкин. Вот здесь мне Елена Савушкина спрашивает, ориентируемся на краткий пересказ. Ни в коем случае нет здесь краткого изложения самого произведения. Здесь как раз тот мостик, который позволяет сделать, создать интерес ребенка, замотивировать его на прочтение классического произведения. Мы ни в коем случае не делаем шпаргалку для подготовки ЕГЭ и ОГЭ. Это совсем другая история. То есть в нашем издательстве таких статей нету, и мы не планируем их издавать. Это как раз тот мотиватор для того, чтобы сформировать у ребенка интерес к прочтению чтения, к его пониманию, а также к пониманию самого себя и тех мыслей, эмоций и переживаний, ощущений, которые касаются ребенка, школьника, для того, чтобы потом прочесть это произведение, понять его и действительно захотеть в дальнейшем читать другие произведения того или иного классического автора. Поэтому вот это не про нас. Нет у нас таких шпаргалок. Ну и, конечно, возвращаясь к вопросу классной библиотеки, конечно, мы не обошли вниманием и самих педагогов, потому как указом президента Российской Федерации в 23-й год объявлен год педагога и наставника, и к библиотеке Лиханова, которая входит в серию классной библиотеки. У нас представлено методическое пособие Елены Олеговны Галецких изучения творчества Альберта Лиханова в школе. Это как раз пособие, которое позволяет, уже дает возможность педагогу воспользоваться. Вот тут вот как раз готовая шпаргалка для педагога, методическое пособие. Это система занятий с 5 по 11 класс, которая успешно включается в воспитательную и образовательную деятельность школы. Это как раз те примеры из книг Альберта Анатольевича, которые могут включаться в еженедельные занятия разговора о важном. Здесь мы говорим, открываем такие важные темы, как любовь к родине, гордость за свою страну, патриотизм, семейные ценности, нравственные ориентиры. А ни в коем случае не краткое изложение художественного произведения за 21 минуту. И, пожалуйста, больше не читайте, не знакомьтесь с классикой, потому что вам это неинтересно и вам это невыгодно. Нет, ни в коем случае. Такого подхода у нас не было и не будет. Ну и каждая тема, которая представлена в методическом пособии, это подробный мастер-класс. По нему могут работать педагоги, могут работать педагоги-библиотекари, ну а также библиотекари, использовать муниципальный библиотек для того, чтобы проводить интересные встречи с юными читателями. В редакционном портфеле есть серия «Хоровод сказок», которая была уже удостоена даже награды, ну и на фестивале национальной книги. Ну и также хочу сказать, что на сегодняшний день вот эти вот книги, они представляют, наверное, очень такой, ну, интерес среди подрастающего поколения, среди родительской аудитории, потому что знакомить со своей историей, это, наверное, очень важный такой еще ход, да, когда мы, шаг вообще, когда мы юное поколение формируем на тех ценностях, которые у нас есть и сложились за многие поколения, ну, за то историческое наследие, вернее, это то наше историческое наследие, которое сложилось за многие-многие годы, развитие нашего российского государства. Ну, не зря Владимир Владимирович Путин говорит, что в современном мире на самом деле не имеет большого значения, где конкретно географически ты находишься. Важнее, конечно, другое, это сучувство сопричастности со своей родиной, со своей историей, со своей культурой. Как раз, например, от сказок наших народов мы можем познакомить ребенка с теми особенностями того или иного народа, ну, и вот эти сказки зачастую даже берут не только в библиотеке, да, но и берут читать сами взрослые, потому что очень много этих нюансов, которые мы не знаем, мы вообще знакомимся с историей нашей страны, с национальными традициями, интересно хоть малышу, хоть подростку, хоть взрослому. Также, как я уже сказала, у нас есть серия «Я люблю читать» для юных поколений, для юного поколения читателей, начиная вот с того момента, когда дети берут в руки книгу, продолжаем серии, читаем в школе и дома, и уже, наверное, ориентируясь на профориентацию, которая потом присутствует в среднем школьном возрасте, это как раз серия «Кем быть?». Она не имеет аналогов, по крайней мере, в нашей стране, это точно. Здесь мы впервые рассказываем детям о том, какие бывают профессии в разных отраслях и сколько людей работает на ту или иную профессию. Ведь тот же самый водитель, он может присутствовать, да, и в библиотеке, потому что у нас сейчас есть библиобусы, которые ездят по региону, допустим, в Самарской областной научной библиотеке, такой библиобус разъезжает по всей Самарской области. Такие же у нас библиобусы есть не только в библиотеках областных, краевых и национальных, но и они присутствуют в крупных библиотеках, то есть в той же Российской государственной детской библиотеке, такой библиобусы разъезжают по всей нашей стране. То есть близлежащие территории точно я знаю они охватывают. Они были уже и в Владимирской области, и в Тверской, и в Рязанской, и в Калужской, и много-много, наверное, в перспективе тех регионов, которые они могут охватить. Большая группа людей, которая в каждой книге описана где-то приблизительно около ста профессий, создает некие продукты, оказывает услуги. И вот именно какое совместное творчество проводится единство, такое вот тандем профессий потом на выпуск того или иного продукта, на создание той или иной услуги. Ну и, наверное, как сложно устроено то или иное предприятие, и как ребенку выбрать ту или иную профессию для того, чтобы потом в дальнейшем все-таки быть востребованным и успешным специалистом. как я уже сказала, очень важно в подростковом возрасте особенно развивать у детей навыки критического мышления, эмоциональный интеллект и креативность, и для этого присутствует обязательно фантастическая литература. У нас их две серии, ну, а теперь более подробно все-таки перейду к, наверное, заявленной теме, чтобы вот вы не говорили, что я тут много воды, а она, по сути, наверное, ничего не сказала. На сегодняшний день, конечно же, существуют важные проблемы, которые есть у современного поколения школьников, ведь тему смыслового чтения все-таки отмечается учителями, практиками, наверное, как серьезная проблема современных школьников. Какие проблемы возникают у ребят на данный момент? Но прежде всего дети имеют низкую скорость чтения, вследствие чего тратят много времени на подготовку домашних заданий. Мы сейчас говорили о том, что книгу необходимо выбирать как досуговое чтение, так вот, прежде чем перейти к досуговому чтению, детям необходимо научиться читать, просто читать, потом не только складывать буквы, слова, но и потом в дальнейшем выбирать книгу для, ну вот, выбирать время для того, чтобы почитать книгу на досуге. Но если дети готовятся очень долго, готовят домашнее задание, то на книгу у них остается минимум времени, а иногда и вовсе не остается его. Зачастую дети не понимают смысл прочитанного, потому что допускают очень много ошибок при чтении, и детей не учат, либо мало уделяют этому внимания правильному интонированию. Вот я когда росла, да, и училась в школе, ходила несколько лет подряд в кружок художественного чтения, и нам действительно преподаватель, я, ну, низкий поклон, она нам буквально разбивала стихотворение, потому что мы в основном учили, конечно, поэзию, разбивала текст на смысловые части, делала определенное ударение, но ведь, заметьте, даже когда вы читаете художественное произведение ребенку, просто вот даже на досуге семейное чтение, и делаете интонации, выделяете те или иные компоненты, те или иные слова, ведь это так интересно, и это, ну, наверное, вот интонирование придает такую эмоциональную окраску, мы почему читаем зачастую детям в детском саду, в школе, и дети заслушиваются педагогическое чтение, вот это вот чтение слуха, оно очень имеет такое выразительное значение, и создает такую вот мотивацию к чтению, к прочтению самого художественного произведения, и детям действительно важно научиться вот этому всему, также дети не могут извлекать необходимую информацию из предложенного текста, когда мы даем ему текст, ну, он его вроде прочел, либо там пробежался глазами, а ответить на вопросы по поставленному, ну, вот, по тому тексту, по кусочку текста, к сожалению, зачастую дети не могут, выделять главное в прочитанном, это всему этому детей надо необходимо учить, затрудняется кратко пересказать содержание, найти те самые моменты, это, кстати, беда не только юных читателей, если там еще читатель, ну, как бы в школьном возрасте можно этому научить, это очень большая проблема уже и во взрослом состоянии, когда мы читаем тексты, когда вас спрашивают, что же там основное вы увидели, прочли о чем, мы в завершательстве столько мыслей, столько идей, а самого главного выделить вот эту главную мысль могут единицы, так сказать. При выполнении самостоятельной работы, либо работы в парах, группах, текстов разного уровня, обучающиеся допускают ошибки по причине непонимания формулировки задания. Опять-таки, возвращаясь к первому, они не могут выделить главное прочитанными, соответственно, не могут, когда они прочитают задание, выделить, что же их спрашивают, какой основной вопрос, не могут потом в дальнейшем уже ориентироваться в том тексте и в том задании, которое им удается. Редко обращаются к текстам познавательного характера, а это очень важно, научить ребенка применять научно-популярную литературу, справочную литературу, словари, и действительно, вот в этом заключается основная проблема смыслового чтения. Вмечая сложность процесса чтения, большинство наших исследований выделяют две его стороны, техническую и смысловую. Техническая сторона предполагает оптическое восприятие, мы вот только сейчас как раз говорили, это когда воспроизводится звуковая оболочка слова, речевые движения, то есть декодированные тексты и перевод их в устно-речевую форму. На это обращали очень внимание очень такие известные исследования психологи и Эльконин, и Лурия, и Корнев, и Егоров. А вот смысловая сторона все-таки включает в себя понимание значения и смысла отдельных слов и целого высказывания. То есть мы вот покрываем оболочкой, смысловой оболочкой, те высказывания, которые прочитываем. Ну и когда мы переводим авторский код на свой смысловой код, и опять-таки здесь приведены те исследователи, которые уделяли этому особое внимание. У начинающего чтеца, когда ребенок только-только начинает читать тексты, понимание возникает в результате анализа и синтеза словов в слова. А вот у детей, которые уже опытные, которые могут прочитывать сложные тексты, конечно же смысловая сторона опережает техническую. И тогда появляются смысловые догадки в процессе чтения. Это очень ярко выражается, когда ребенок, у него сформировано уже беглое чтение, когда он догадывается, то есть он читает первые несколько слогов и додумывает, догадывается о том, что написано в дальнейшем. Этому тоже уделялось особое внимание. Я не зря уделила этому внимание, что специалистами многими изучалась эта тематика для того, чтобы вникнуть в, ну, так скажем, сложность данного процесса смыслового чтения. И это очень важно изучать такие вопросы для, особенно для педагогов и педагогов-библиотекарей. Сейчас на сегодняшний день мы говорим о том, что все-таки федеральные стандарты включаются в метапредметные результаты освоения основной образовательной программы в качестве обязательного компонента овладения навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Поэтому смысловое чтение все-таки это вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста. Ну, и все-таки важно при обучении чтению учитывать, что современные дети значительно изменились за последние годы. Они обладают системно-смысловым типом сознания, у них преобладает смысловая сфера как ориентация на смысл деятельности, и это вызывает необходимость формирования смыслового восприятия и переработки текстовой информации уже на начальном этапе обучения чтения. Поэтому как раз сейчас мы говорим о том, что для того, чтобы научить ребенка читать со смыслом, то есть смысловому чтению, все-таки очень важно знать и применять те технологии, те стратегии, которые существуют на сегодняшний день. Одной из таких очень важной разработки является комплекс аналитик чтения. Согласно статистике, у 25% детей в пятом классе не сформированы умения чтения про себя, и это вот как раз потенциальные двочники, так говорит Наталья Николаевна Сметанникова, которая является руководителем ассоциации, русской ассоциации чтения, 50% детей школьного возраста это средний уровень, и только 25% умеют хорошо читать про себя. Вот этот вот процент равен тому проценту школьников, которые потом в дальнейшем поступают в институты, то есть высшее учебное заведение. все остальные дети либо идут осваивать профессию в колледже, либо идут в основном в колледже, но мы будем говорить о тех детях, которые все-таки получают образование. Сейчас бы я хотела показать вам видео для того, чтобы действительно познакомить вот этой вот интересной технологией, в ней как раз в этом видео расскажет именно как раз сама Наталья Николаевна. Сейчас, секундочку. Так. Если вдруг у вас вы там будете плохо слышать или еще что-то, вы пишите. Ссылка на YouTube и я вам сейчас ее кину в чат для того, чтобы потом, если вдруг у вас не загрузилось либо вы не слышали, вы смогли еще один раз просто пройти и послушать это видео. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Сметаникова Наталья Николаевна. Я доктор педагогических наук, профессор и президент Русской Ассоциации Чтения. Мы хотим сохранить читающее поколение наших детей. Что сегодня читают дети и как они читают? Это два главных вопроса, на которые нам приходится отвечать абсолютно на каждом нашем собрании. Что читать и как читать? Давайте я начну со второго. Как читают сегодняшние дети? Да, у них есть книга, у них есть учебник и у них есть художественная книга. Любят ли они читать? Нет. В большинстве своем нет. Процентов 10, наверное, у нас получается, те, которые читают самостоятельно. Если с детьми все время заниматься чтением, они будут читать много и с интересом. А что такое заниматься чтением? Оказывается, что самое главное, это не только прочитать книгу, это 50%, следующее 50% ее обсудить, ее проиграть, о ней поговорить, сделать ее предметом исследования. Я вам расскажу про одно очень забавное исследование. Оно было посвящено чтению мальчиков. Вы знаете, есть такая проблема, как чтение мальчиков и юношей, и затем мужчин. У нас же и в нашей стране тоже, мы, правда, немножко позже, самый читающим человеком является на сегодняшний день молодая женщина в возрасте от 23 до 30 лет. Как правило, молодая мама с высшим образованием. Вот они больше всего читают. А мужчины в этом возрасте и старшие, которые принимают решения, читают достаточно мало. Хотя последние исследования советских лет, начала 80-х годов показывало нам, что в те годы самым читающим читающей группой был молодой человек человек с инженерным образованием, высшим образованием и его любимый жанр была научная фантастика. Вот с этим мы закончили Советский Союз. Так вот мы стали задумываться над чтением мальчиков и провели разновозрастное исследование. И книгой, которую они назвали, которая вышла на первое место, как раз был Робинзон Круза. Мы очень удивились и дали им текст, небольшой текст из Робинзона Круза. Так вот текста они не опознали, они не поняли, что этот отрывок там непонятно было, из Робинзона Круза. Тем не менее они назвали именно эту книгу. Вы знаете в чем дело? Учитель физкультуры проиграл эту книгу с ними на необитаемом острове. Они прожили неделю в походе так, как Робинзон Круза. Это отразилось на них, они знали его содержание, они текст сам не помнили, но они знали содержание, им они могли рассказывать про Робинзона Круза без остановки. Поэтому книга не обсужденная, есть книга непрочитанная. Мне хотелось бы рассказать о тех трех проектах, над которыми мы работаем в настоящее время и которые связаны с чтением с листа, чтением с экрана и чтением на слух. Начиналось чтение с глашатой, которые выходили на площадь, у них в руках был свиток, и они как глашатые могли прочитать что там написано и разворачивая вот этот вот большой свиток. Это были первые чтецы, которые читали на площади. То есть первое чтение это чтение вслух. Затем этот свиток разрезали на части. Как только его разрезали на части, у нас появилось предложение, у нас появилась пунктуация и чтение вслух приобрело приблизительно такой же вид, какой мы имеем сегодня. Вот этот свиток, разрезанный на части, собранный в большую тетрадку, назывался кодексом. И тогда этот кодекс можно было уже читать не только на площади разворачивая, но уже предположим в церкви, в монастыре. То есть первыми чтецами были образованные монахи. По мере того, как они читали книги и их нужно было переписывать, чтение начало переходить из чтения вслух. Сначала шепотное чтение, их же было много, каждый шептал себе и переписывал эту книгу, а потом в чтение про себя. И это чтение называлось умным. Естественно, вот этот кодекс медленно, но превратился в книгу. И понимаете, вот что здесь очень важно. Книга, она требовала, чтобы формировался механизм чтения в линеечку. Мы читали каждую линеечку последовательно. И так начал работать человеческий глаз. Но последовательно у нас с вами на сегодняшний день появился экран. линейк. Линейк. чуть-чуть остановлюсь здесь. Когда мы читали только книжку, уже было названо несколько видов чтения. Мы можем читать быстро, мы можем читать медленно, мы можем читать с разными задачами, с разной мотивацией чтения. и тогда у нас виды чтения разные. Пока мы работали с книгой, труднее всего нам было обучать беглому чтению. И мы знали, что есть такое движение, как сканирование глаза. То есть когда мы смотрим на текст, как на картину, и движемся от одной точки зигзагом вот таким образом. Вот это сканирование глаза. И есть еще один механизм быстрого чтения. скеммирование, когда мы читаем одну строчку, потом все пропускаем, потом в следующем абзаце следующую строчку, опять пропускаем, и таким образом мы понимаем, о чем текст, и принимаем решение, буду я читать его более подробно или нет. Поэтому сейчас учителя говорят, а мы хотим замедлить процесс чтения, мы хотим, чтобы дети вернулись к осмысленному, глубокому чтению текста. Возможно оно на экране? Да, возможно. Да, возможно. Но только тогда, когда ребенок с самого начала читает по-разному тоже с экрана. Вот когда мы научимся читать как надо, научимся учить читать с экрана правильно, тогда у нас будут другие результаты. Но на сегодняшний день мы не знаем, как учить правильно читать с экрана. И опять же это потому, что вот эти все процессы мы можем описать, но мы еще пока не знаем, что со всем этим делать. Поэтому последние наши три проекта мы назвали аналитик чтения, на котором мы определяем собственно скорость чтения, связь скорости и техники чтения с пониманием. те уровни учеников по характеристике чтения какие есть, по каким параметрам мы это смотрим. Второй проект называется «Миллион страниц». Мы его закончили и вот весной будем обсуждать. Вот в этом проекте «Миллион страниц» мы определили, какое количество страниц реально учащийся 5-6-7-10-11 класса и студент может посвятить чтению для удовольствия. Мы теперь знаем, какое количество страниц и вот это количество страниц, которые человек может реально посвятить чтению, легло в основу другого проекта, который мы назвали «Умное чтение». Вы понимаете, почему теперь «Умное чтение»? Потому что это чтение с пониманием для себя. Мы взяли книги, которые издает издательство детская и юношеская книга и вот отобрали пока первые 10 книг, вот это одна из них и вот для этих книг мы напишем методические рекомендации для родителей и учителей, как читать эти книги. почему мы выбрали именно это издательство или с другой стороны почему это издательство выбрало нас? Почему мы поняли друг друга? Потому что открыв книгу я впервые в жизни увидела такое предисловие к ней, после которого эту книгу захотелось прочитать. Но как вы понимаете, мой взгляд упал сразу на две книги. первая книга была Робинзон Круза, потому что она прошла в нашем проекте. И там перевод дореволюционный, перевод очень близок собственно к самой книге, совершенно другой и правильный Робинзон Круза с другим посылом автора и прекрасное вступление. И вторая книга, на которую упал по мой взгляд это чучело, потому что это очень актуальная тема буллинга в сегодняшней жизни наших школ, когда детей дразнят, когда детей обижают и как сами дети принимают в этом участие и что с этим делать. И опять же очень хорошее само издание этих книг. Я поняла, что у нас близкие задачи, близкие цели и первая же встреча подтвердила нашу миссию, которую мы понимаем приблизительно одинаково. Проект родился моментально, буквально с первой встречи, и мы сейчас с упоением работаем над тем, чтобы выбрать книги, для того, чтобы создать вот эти методические подсказки для родителей и для учителей. коллеги, продолжим нашу с вами беседу. Итак, я чуть попозже кину вам ссылку на видео, на YouTube канал, и вы можете полностью посмотреть его еще раз в спокойной рабочей обстановке, то, что рассказывает Наталья Николаевна, как раз о том проекте, который у нас есть на сегодняшний день. Итак, перехожу обратно к аналитику чтения. Мы выяснили, почему же все-таки ребенку важно понимать смысл прочитанного, на что это в дальнейшем влияет, и какие, собственно говоря, необходимо применять знания и умения педагога для того, чтобы контролировать этот процесс, руководить процессом чтения, что очень так важно, и на уроках, и чтобы потом в дальнейшем ребенок выбирал чтение как досуговая деятельность. Мы знаем о том, что на сегодняшний день все-таки у нас посредством чтения художественной познавательной литературы выполняются очень важные стратегические задачи нашей страны, это, конечно же, и развитие формирования духовно-нравственной культуры, личности, и патриотические чувства у подрастающего поколения, и, наверное, все-таки воспитание общечеловеческих ценностей, те, которые очень важны для формирования современного школьника, современной личности и будущего патриота нашей страны. Наталья Николаевна очень много сказала и о том, почему действительно необходимо читать книги со смыслом, и что, в принципе, для чего необходимо, ну, какие знания, умения, навыки необходимы педагогу и самому школьнику, чтобы действительно вот этот навык был развит. И, как она уже сказала, аналитик чтения это все-таки электронная такая модель, которая позволяет решить большинство из тех задач, о которых мы сегодня будем говорить. Что туда включено? Сейчас я попробую вам показать уже непосредственно на рабочем проекте, то есть я сейчас подключу непосредственно вот так вот сейчас так так все значит сейчас я вам покажу как это работает это ресурс аналитик чтения к нему можно получить доступ в конце презентации я вам тоже об этом могу рассказать значит что мы делаем мы проходим регистрацию вот смотрите я сейчас нажимаю здесь открывается окно но так как у меня есть учетная запись я вам в упрощенном формате так как чтобы не задерживать ваше время зайду под своим логином и паролем вам логин и пароль нужно получить по запросу то есть опять-таки в презентации у вас есть мой контактный номер телефона электронный адрес по нему по нему вы можете получить вот эти запрос доступ по запросу а мы уже заходим вот под моим логином и паролем здесь вы можете четко найти информацию о проекте то есть для чего был создан и какова основная педагогическая цель проекта я повторюсь это помощь учителям младшей и средней школы на сегодняшний день разработанные тесты как раз именно для детей младшего школьного возраста и есть части для детей 5-го 6-го 7-го класса в определении навыков чтения и совершенствование их читательской компетенции тексты которые имеются в базе портала делятся по своему содержанию на две группы естественно научные и гуманитарные почему очень важно это учитывать прежде всего мы ориентируемся на интересы школьников потому как у нас все-таки есть исследователи а есть гуманитарии это не говорит о том что гуманитарные чтиво не надо устраивать для тех детей которые будут в дальнейшем инженерами или научными сотрудниками это тоже очень важно но тем не менее учитывая все эти интересы можно конечно же вот так ориентироваться значит учителя и родители могут видеть с текстами какую группу школьник справляется лучше для этого мы сейчас попробуем проанализировать те тексты здесь дается инструкция то есть вы можете зайти в раздел инструкции найти для кого этот сервис как необходимо запустить начало работы то есть как нужно зарегистрироваться ну вот я уже вам показала тот модель то есть по электронному адресу и паролю которым вам выдаст технический сотрудник вы заполняете анкету и соответственно вам дается доступ на определенное количество времени далее вы оцениваете тексты то есть вы можете добавить свой текст для анализа нажать на кнопочку проверить вот у меня есть заготовленный текст я вам сейчас его сюда загружу вот загружается он очень просто нажимаю кнопочку проверить результаты проверки занимают ну вот сам текст проверяется приблизительно в течение одной минуты и уже во вкладке мои проверки мы можем найти вот сейчас появится результат значит вы можете выбрать для какой группы детей да то есть первый-четверт младшего школьного возраста либо среднего школьного возраста это этот текст я взяла текст из книги Воронкова девочка из города достаточно простой текст для детей младшего школьного возраста сейчас программа его проверит и мы сможем ознакомиться пока этот процесс идет мы сейчас с вами я вам покажу как необходимо оценить читательские компетенции вообще эта программа разработана для то есть у нее есть определенные так скажем параметры которые могут применять учителя и есть такой вот ну задел этот эту программу могут использовать и родители какая задача у педагога прежде всего это измерительный инструмент при том при всем что он педагог может его использовать как для индивидуально если он занимается репетиторством либо подтягивает какого-то учащегося по ну по вопросам чтения читательских компетенций но и также когда вы работаете с большой группой то есть с классом вы заводите всю группу сюда в извините в журнал ну и соответственно все результаты каждого учащихся обязательно сохраняются при том при всем что вы можете в динамике проследить развитие читательских компетенций каждого школьника значит тексты которые даются здесь для самостоятельного чтения вы можете их выбрать подобрать как я уже сказала по тематике и по объему текстов тут они все у нас заложены то есть вот гуманитарный текст естественно научный текст по уровню чтения слабо независимый учебный развивающийся вы можете скачать этот текст и вывести на печать ну и соответственно по этому тексту потом проанализировать насколько у вас дети справляются с тем или иным заданием для того чтобы начать тестирование каждого ученика необходимо выбрать возрастную категорию то есть первый четвертый класс либо пятый седьмой класс выбрать текст ну вот первый второй либо третий класс скачать этот текст ввести имя тестируемого ну вот допустим роман да иванов выбрать класс так как это у нас третий значит третий а здесь с правой стороны у вас будет инструкция как необходимо проводить тестирование то есть опять-таки вернемся то есть онлайн анкета оценки здесь дается каким образом необходимо потом в дальнейшем проанализировать то те результаты которые у вас будут то есть детальное описание параметров оценки еще раз значит добавлю может быть где-то упустила этот момент но это тоже у нас прописано комплекс разработан психологами педагогами металлистами лингвистами программистами помощь тем кто занимается обучением смысловому чтению письменных текстов со школьниками младших средних классов аналитик чтения представляет возможность индивидуального то есть персонифицированного подбора текста как для школьников которые учатся читать для первоклассников так и для тех школьников которые владеют техника чтения и учатся понимать тексты из разных областей знаний использование комплекса аналитик чтения позволяет уйти от традиционного деления доступности текста по классам поскольку компетентности детей в одном и том же классе могут быть разными мы прекрасно это видим когда дети в одном и том же классе по-разному воспринимают предлагаемые учителем тексты ну и кроме того они могут сильно измениться в течение одного учебного года то есть бывает такое что у ребенка происходит значимый скачок в понимании текста и как раз аналитик чтения предоставляет три сервиса для этих двух групп это учащиеся начальные школы это первая группа те кому необходимо улучшить технику смыслового чтения и ученики средней школы те кому требуется развивать компетенции чтения для предметного обучения особенно когда мы говорим при переходе на мы делим детей на естественно научное направление они выбирают уже профориентационная работа идет и на детей которые занимаются гуманитарем гуманитарного цикла функционал портала представляет как раз те инструменты которые позволяют проще проводить и находить типичные повторяющиеся ошибки учащихся и вот эта инструкция как раз позволяет нам действительно видеть как правильно оценить тот или иной ответ ребенка на текст на текстовое задание ну и самое главное наверное педагогическая цель проекта это помощь учителя младшей и средней школы в определении навыков чтения учащимися и совершенствования их читательской компетенции немножечко повторюсь но это действительно очень важно итак перейдем еще раз к тексту мы выбираем скачали анкету проверили микрофон и начинаем тестирование и вот мы у нас текст который позволяет нам говорить о том что он доступен и вполне может его прочитать ребенок из третьего класса текст байкал то есть мы читаем этот текст засекаем определенное время нажимаем кнопочку стоп и по той анкете которая у нас была мы ее заполняем и выверяем ошибки и уже согласно этому у нас получается такая уже так скажем общая картина того что понимает как понимает ребенок текст как он может отвечать на вопросы по тексту ну и действительно насколько это возможно ребенок потом в дальнейшем когда меняет когда мы проводим тестирование несколько раз в течение года насколько меняется читательская компетенция ребенка нажимаем кнопочку стоп у нас выходит вот оценка преподавателя то есть мы как раз смотрим насколько у нас есть скорость чтения сколько слов в минуту ребенок мог это какие какое качество чтения у ребенка сколько ошибок в тексте он допустил ну и вот ответы на вопросы тут дается вот такой вот видите значит инструкция небольшая как оценивать возвращает нас к тому как я уже говорила к анализу текста мы сохраняем результат ребенка ну вот допустим две-три ошибки да ответил он на 6 из 10 предложенных вопросов сохраняем и эти данные сохраняются когда мы переходим вот у нас мы вводим результат у нас был Иванов Роман проверяем так класс у нас это был третий А проходим так это мы сегодняшняя дата 13 02 2023 так мы его не завели извините коллеги но еще надо сначала ребенка завести это я уже торопилась думала вам побыстрее показать то есть здесь даются все рекомендации как нужно работать с данным порталом ну и самое главное что потом в дальнейшем ребенку вернее педагогу и родителю делать с этими результатами это прежде всего выдаются рекомендации мы зачастую не придаем особого значения ну вот прочитал у нас ребенок да ну не ответил на вопросы а далее что каким образом углубить его знания каким образом сделать понимание текста действительно потом способствовать тому чтобы ребенок развивался и вот этот вот портал который этот инструмент который перед вами как раз помогает педагогу помогает родителю действительно очень тщательно экономично по ресурсам работать с текстами работать с читательскими компетенциями школьников еще раз повторюсь этот портал на сегодняшний день закрыт вам нужно зарегистрироваться для того чтобы получить доступ ко всем ресурсам всем тем текстам и оценке читательских компетенций школьников через меня через те данные о которых я говорила сейчас вернусь к презентации и уже в презентационном виде немножечко более подробно расскажу значит как это работает вписывайте данные школьника выбираете текст даете школьнику прочитать текст это то о чем я показывала на примере сейчас отвечу на вопросы регистрируйте время ошибки ответы на вопросы по тексту и программа сама оценивает уровень сформированности умений чтения школьника рекомендует ему индивидуальный план работы то есть учитель как раз использует уже готовый шаблон что нужно делать какие шаги предпринять для того чтобы развитие ребенка развитие читательских компетенций ребенка шло в установленном порядке согласно тем разработкам психолингвистическим которые уже не один год работают но особенности мы говорили это еще раз скажу проверенные формулы научный подход потому что действительно без этого не всего в основу программного комплекса аналитик чтения то есть вот эти научные формулы как раз заложен тот подход который был использовался при тех формулы которые использовались в ходе международного исследования PISA и PIRS какие преимущества при работе с этим порталом имеют родители это прежде всего оценка качества и скорости чтения слух школьника регулярные занятия с программным комплексом заменят услуги репетитора то есть родители могут сэкономить ну и достаточно быть рядом с ребенком для того чтобы он выполнял эти задания программа делает все шаги за родителя для учителя это помимо того что он оценивает читабельность текста мы можем выбирать индивидуальный план развития ребенка здесь уже даны готовые тексты вопросы и ответы внутри программы ну и вы можете отслеживать результаты согласно динамике в архивной базе учащиеся повышают уровень своих читательских способностей от одной ступени все выше и выше таким образом скорость чтения про себя увеличивается которая собственно говоря и является потом скорость чтения равна скорости мышления чем больше чем качественнее ребенок читает тем быстрее и качественнее развивается его мышление мыслительные процессы в дальнейшем значит есть три ступени программного комплекса о котором говорила Наталья Николаевна на сегодняшний день разработанные для детей младшего школьного возраста и для второй ступени в разработке потом мы наметились на то чтобы работать на старшую школу с 8 по 10 класс на основное школьное образование значит какие способы проверки чтения это прежде всего используется айтрекер это прибор который следит за движением глаз человека перед монитором акулограмма это отражение как раз на записи признаков движения глаз моргания пауз ну и задаются особо правильные вопросы при общении с ребенком по тексту какие ответы используются где ответ 4 типа вопросов которые используются в тестировании программного комплекса аналитик чтения то есть это ответ на вопрос содержится в одном предложении в тексте когда мы ищем точный ответ второй вариант когда уже ребенок на ступень выше по пониманию текста этот ответ содержится в нескольких предложениях расположенных в разных частях текста потом используются вопросы когда оценивается позиция автора и своя собственная позиция когда часть информации для ответа уже содержится в тексте а часть она все-таки находится в голове читателя ну и когда мы предлагаем четвертый вариант это когда ребенок мы для расширения его кругозора для того чтобы сформировался новый взгляд на мир мы предлагаем ученику найти знания справочной литературе да то есть побольше он будет знакомиться с научно-популярной литературой справочной литературой когда ответа в вопросе в тексте нету но ребенок где-то это читал либо находил ту или иную информацию научно-популярной литературе в справочной литературе и может таким образом ответить на этот вопрос итак значит программный комплекс аналитик чтения имеет вам выдается пробный период он вам позволяет пройти ряд уникальных тестов проверить удобство использования программы убедиться в ее эффективности ну и собственно говоря как я уже сказала вы можете обратиться за этим пробным доступом по тем контактным данным которые указаны у вас в презентации ну и о тех книгах которые я говорила в начале о нашем издательстве вы вот как раз видите сейчас на слайде итак значит сейчас я это значит отвечу на все ваши вопросы благодарю за внимание за то что вы были со мной на этом вебинаре так сейчас значит сначала в обкладке вопросы значит как же хочется чтобы дети бежали в школьную библиотеку но там нет новых книг можно что-то изменить в этом направлении возможно уже что-то делается ирина да на сегодняшний день издательство детская юношеская книга предпринимает очень важные шаги в том чтобы наконец-то на комплектование фондов школьных библиотек было обращено особое внимание вышестоящих органов именно поэтому вся эта работа ведется в тандеме и в министерствах образования и науки региональных ну и естественно министерстве просвещения мы конечно же предпринимаем все необходимые шаги для того чтобы так же как и муниципальных библиотеках наконец-то появилось федеральное финансирование на комплектование фондов школьных библиотек и надеюсь что в ближайшие годы у нас это получится не то что надеюсь я уверена в этом и мы конечно же ну вы сами увидите это и появится наконец-то та литература которую действительно детям очень приятно брать в руки интересно читать и самое главное познавать что-то новое и интересное согласно тем текстам и тем произведениям и это не только классическая литература это конечно же и те произведения которые мы издаем наших отечественных авторов современных авторов которые пишут на родном русском языке для детей понятным и доступным языком о тех реалиях нашего времени о том что необходимо читать нашим современным детям тем самым формируя как раз юного читателя и формируя эту читательскую среду в школе дома в библиотеке так да ну а теперь отвечу на вопросы которые даны здесь в чате доступ на портал на какой период дается коллеги на 30 дней вы можете ознакомиться у вас будет доступ когда вы сможете ну вот не сегодня да то есть он не прекращается моментально но на 30 дней вы можете познакомиться с тем ресурсом и потом изъявить желание если он вам подходит вы потом в дальнейшем его можете купить это платная программа текст про байкал намеренно не разбит на абзацы или при распечатке абзацы имеются так интересный вопрос сейчас попробую сейчас попробую узнать дело в том что я тоже вот ну все нюансы которые касаются текстов конечно же у нас заложены нашими разработчиками то есть у нас есть программная и методическая поддержка давайте так сделаем я вернусь к этому ну вот вопросу сейчас буквально секундочку тексты для самостоятельного чтения сейчас мы посмотрим про байкал я их найду байкал и попробую распечатать если у меня ну чтобы ответить на ваш вот он так 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 сейчас посмотрела да там на сегодняшний день разбивки на абзацы нету даже если при распечатке обращу внимание технических специалистов на этот момент спасибо Ирина что сказали так так ну все вроде бы вопросы у меня закончили ну как бы я не вижу больше а вот нет больше вопросов нету коллеги если у вас еще есть вопросы вы можете написать их в чате так но если больше вопросов нету благодарю вас за внимание все свои контакты я вам оставлю оставила презентации вы можете презентацию на сегодняшний день скачать ой да коллеги я же вам обещала ссылку на ютуб канал сейчас секундочку все-таки пришлю ссылку коллеги вы можете задавать еще вопросы я с удовольствием на них отвечу так так вот значит вот ссылочка на ютуб канал да алена спасибо конечно же техотдел обязательно сейчас это все им отправлю чтобы они поправили опечатки в тексте про байкал здесь на ютуб канале вот вам ссылочку даю вы можете знакомиться с полным видео где Наталья Николаевна рассказывает о проекте аналитик чтения и умное чтение ну и также можете если вам необходимо скачать это видео для того чтобы показывать своим родителям педагогам может быть на педагогическом совете зачем нашим детям читать и как чтение благотворно влияет на ну в целом на психическое развитие каждого учащегося я думаю что нам полезно иногда самим самостоятельно читать не только классические тексты но и в целом читать при том при всем чтобы развиваться наша речь особенно литературная речь когда мы читаем классические тексты конечно же пополняется теми интересными такими словами и выражениями и наша речь становится более такая плавная созвучная и выразительная наши дети замечают когда педагоги разговаривают с ними таким хорошим поставленным литературным языком ну и конечно же это очень важно для специалистов которые работают не только с детьми но и с родителями благодарю за внимание вопросов больше нету еще раз повторяюсь презентацию вы можете скачать в разделе в обкладке файлы так появились еще вопросы программа проверяет тексты только на русском да программа проверяет тексты на русском языке почему на русском ну потому что в любом случае предусмотрено для детей которые обучаются в русскоязычных школах Елена на сегодняшний день да вы правильно поняли тексты которые предлагаются детям не разбиты на абзацы и как я уже сказала этот вопрос я сейчас передам техническим специалистам мы уточним потом дело в том что тексты это не полный текст всего произведения вы можете взять а ну значит смотрите еще какая история проверить качество чтения вы проверяете в аналитике чтения а индивидуальный план развития каждого ребенка вам дается на тех текстах которые находятся в художественном в книге в обыкновенной там естественно идет разбивка на все абзацы используется достаточно сложные иногда тексты для того чтобы мы увидели развитие качества чтения в динамике ну и конечно же что очень важно вы руководители этого процесса вы руководите детским чтением нет не книг ну да книга обыкновенная но в смысле те тексты которые предлагаются уже в рекомендациях да книга обычная и у ребенка формируется навык осознанного чтения размер шрифта но тот который предусмотрен для детей младшего школьного возраста в соответствии с анпином для детей старшего и среднего возраста та которая в рекомендациях елена не в программе но вот программе если вы имеете ввиду аналитик чтения да конечно выдаются рекомендации для руководителей детским чтением для специалистов то есть для родителя и для педагога либо библиотекаря не тексты есть есть рекомендации с какими книгами необходимо поработать вы знаете кстати вот Наталья Николаевна тоже очень много говорит на тему того что мы сейчас столкнулись с такой проблемой когда зачастую тексты школьных учебников непонятны нашим детям откройте географию и не допустим в 7 8 классе эти тексты невозможно читать школьник их не понимает и действительно это большая проблема для того чтобы сформировался навык чтения осознанного чтения необходимо подбирать такого рода тексты с такой сложности тексты чтобы ребенку были они понятны и доступны именно здесь дается как раз вот даются такие рекомендации Ирина анализ проводят индивидуально с каждым учеником конечно же это индивидуальная работа я вначале сказала что аналитив чтения как раз предусмотрен предусматривает и основная его задача это персонифицированная работа с конкретным учеником именно потом каждому ученику выдаются выдаются рекомендации Елена почему вы считаете что аналитик не сможет оценить взаимодействие аналитик выявляет не взаимодействие ребенка с книгой он выявляет как раз совершенно другого рода он помогает определить ошибки при чтении и соответственно насколько правильно формируется смысловое чтение у ребенка у вас есть шанс вы можете поработать с аналитиком чтения запросите пожалуйста через меня пробный период и увидите насколько это достаточно просто пробном периоде у вас как раз будет такая возможность коллеги я отключаюсь спасибо большое вам за внимание наше время истекло по тем контактам которые у вас представлены вы можете обращаться индивидуально отвечу на все ваши вопросы ваше поздравить окрепие